Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим с вами о важности раскисления почвы с помощью известковых удобрений и что делать, если вам не получилось внести эти удобрения своевременно, когда их надо вносить, и какую опасность вот это несвоевременное внесение известковых удобрений несет, и как ее избежать. Одной из целью использования известковых удобрений, к которым относятся и доломитовая мука, и мел, и известь, и древесная зола, это раскисление, приведение кислотности почв в нормальное состояние. Кроме того, все эти известковые щелочные удобрения содержат значительное количество кальция в своем составе. И именно благодаря обогащению почвы кальцием мы добиваемся профилактики и полного уничтожения такой болезни у томатов, как вершинная гниль, мы увеличиваем количество плодов у вишни, у черешни, у других косточковых растений, мы обеспечиваем хороший рост капусты, профилактику заболевания киллой и решаем много-много проблем. Одна из важнейших проблем, которая решается благодаря применению известковых удобрений, это, конечно же, нормализация всасывания питательных веществ, в том числе микроэлементов, на таких кислых, слишком кислых почвах. Однако же, избыточное применение известковых удобрений, а также не в срок, несет, влечет за собой и опасность. Опасность номер один – это применение, например, золы, древесной золы или известковых удобрений при посадке картофеля. Защелачивание почвы при посадке картофеля может в значительной степени спровоцировать развитие обыкновенной парши. Кроме того, избыточное внесение известковых удобрений приводит к тому, что фосфорные удобрения становятся недоступными. О мерах избегания, вот как избежать такой проблемы, мы говорили на нашем канале, не раз можно об этом посмотреть. Как правило, известковые удобрения выносятся в осенний период, поскольку снижение кислотности почвы, ну, приведение ее к более нейтральной, происходит достаточно медленно. Поэтому внести эти удобрения необходимо с осени и заранее. Но если с осени вы не успели их внести, в принципе, их можно внести и весной. Однако же весеннее внесение таких вот удобрений влечет за собой проблему. Одну из проблем какую? Как правило, кислотная реакция вот таких удобрений, особенно золы, является щелочной и острощелочной, если мы говорим о золе и если мы говорим о гашенной извести. А одновременно весной мы проводим подкормки различными органическими удобрениями. Это и навоз, компосты. В том числе мы вносим различные минеральные азотные удобрения, такие, например, как и сульфат аммония, и аммиачную селитру. Все эти удобрения в своем составе содержат аммоний. Проблемой является то, что вот эти щелочные удобрения при одновременном внесении в почву вместе с азотными удобрениями, содержащими аммоний, вытесняют аммоний, и он улетучивается из почвы. И это действительно, вот эти потери азота являются достаточно серьезной проблемой. Это и трата денег, это и неэффективная подкормка, это и дисбаланс питания и питательных веществ. Потому что аммоний улетучился, например, а сульфат остался. То есть происходят такие неправильные химические процессы в почве. Что же делать, чтобы вот эти процессы не происходили и было все нормально? Если вы вынуждены внести эти удобрения весной, или же это необходимо по технологии, например, при посадке той же капусты. Правило номер один. Вносите эти удобрения на разную глубину. Например, известковые удобрения надо внести под основную обработку почвы, а аммонийными удобрениями азотными необходимо пролить, внести их в жидкой фазе. Правило номер два. Если вы весной известковали почву или вносили золу, в этом случае не используйте удобрения, которые непосредственно содержат аммоний. Используйте преимущество либо нитратные удобрения, то есть нитрат калия, калевую селитру, различные селитры. А еще лучше вносите мочевину. Мочевина медленно бактериями в почве превращается в аммоний. И тем самым вот такое медленное, постепенное, плавное внесение позволит вам добиться того, что аммоний у вас в почве сохранится и не будет вытеснен вот этой вот резко, ну избыточно щелочной реакцией почвенного раствора, обусловленного вот этим вот свежим внесением известковых удобрений. Кто-то скажет, есть какой-то дисбаланс в этом, что с одной стороны они действуют медленно, с другой стороны они тут же вытеснят аммоний. На самом деле здесь нет никакого противоречия. Противоречия отсутствуют, потому что когда нормализуется кислотность с помощью этих удобрений, мы говорим о веществах, которые уже содержались в почвенном коллоиде. А когда мы говорим о вытеснении азота, вытеснении аммония из почвы при весеннем внесении одновременно тех и других удобрений, в этом случае мы говорим о свежевнесенных химических веществах или органических веществах, которые так или иначе эту химию всю тоже содержат. И поэтому здесь никакого противоречия нет. Что ж, пользуйтесь этими простыми правилами для того, чтобы исключить вот это вот покидание аммония из почвы при весеннем внесении известковых удобрений. Но есть еще одно важное правило для тех, кто досмотрел до конца и не отключился раньше времени. Это использование мощного мульчирования сразу после внесения удобрений в почву, сразу, например, после посадки растений. То есть под основную обработку почвы внесли известковые удобрения, при посадке внесли азотные удобрения и сразу же замульчировали. И вот это вот тоже очень будет хорошим приемом для избегания потерь азота при весеннем внесении различных удобрений. Что ж, я надеюсь, этот совет вам поможет правильно организовать подкормку ваших растений и создавать им комфортные почвенные условия. Что ж, до новых встреч!